Если мы попытаемся проанализировать свое поведение и поступки, то убедимся, что наш характер и жизненные стандарты безусловно подвергаются воздействию внешних факторов. Распространенная и утвердившаяся норма поведения в обществе, получаемая информацией извне и иное, напрямую воздействует на нас. Окружающая среда формирует в нас определенные критерии и нормы – что носить, какой лексикон использовать при разговоре, чем питаться, лечиться и так далее. Все это воздействует на наше подсознание и воображение, а при отсутствии должной самодисциплины, на наш характер и образ действий. Возникает вопрос – кто же в итоге формирует наши жизненные стандарты и принципы, кто оказывает воздействие на наше поведение и характер. В хадисах сказано, что Всевышний Аллах наряду со Священным Писанием даровал нам его подобие, а именно сунну нашего Пророка, выраженную в его обыденной повседневной жизни, в его поведении, в его словах, поступках, в его внешнем облике. В известном хадисе приводятся слова матери правоверно Аиша, произнесенные в ответ на просьбу описать нрав Пророка. Аиша произнесла – воистину, и его нравом являлся Священный Куран. Аллах даровал нам руководство для жизни, неспослал Писание, раскрывающее суть мирского бытия, обучающее истинным возвышенным человеческим стандартам, помогающим достойно и счастливо прожить не только эту жизнь, но и заслужить вечность. Кроме того, вместе с этой книгой Аллах даровал нам образец, с которого следует брать пример. Он даровал нам Пророка, который наилучшим образом материализовал Божественные принципы и постулаты. Он был аналогом Корана, жил среди людей и послужил олицетворением Божественной воли на земле. Следует задаться вопросом – а смогли ли мы создать в нашем сознании, подсознании идеальный образ близкий Пророку Мухаммаду . И самое главное – действуем ли мы каждый день в соответствии с Божественными установлениями, приближаясь к этому возвышенному идеалу. И это с тем, дабы чувствовать себя настоящими, целостными именно теми, кто в любой ситуации является человеком верующим, достойным наследником и последователем заключительного Божьего посланника Пророка Мухаммада . В некоторых книгах приводится как хадис, в некоторых книгах приводится как некое мудрое изречение, но в любом случае, некая мудрость в этом высказывании есть. Говорится – терпение, возможно, в человеке, то есть проявление этого качества, как терпение, которое является очень значимым, очень важным, особенно в этой жизни, в нашей повседневности, оно проявляется тогда, когда человек прилагает усилия. То есть он прилагает некие усилия, чтобы в нем это качество было. Если человек стремится к знаниям, ему нужно учиться, ему нужно шаг за шагом приближаться к этому понятию, возвышенному понятию, как знания. И точно так же нравы человека, характер человека, он формируется определенным образом через приложение некоторых усилий. Очень важным усилием является, что создание некого возвышенного образа нашего пророка. Того образа, к которому мы бы стремились. Тот образ, который бы нам приходил и во сне, и наяву. Который бы являлся неким таким маяком, который освещал пред нами наш жизненный путь. И важно опять же задаться вопросом. Есть ли в нашем сознании, подсознании этот возвышенный образ, образ нашего пророка . Еще один хадис, слова Аиши. Подобного рода хадисов очень много, с уст разных людей. В первую очередь с уст жен нашего посланника, нашего пророка. Так вот Аиша сказала – не было никого, кроме посланника Аллаха, кому были бы присущи столь высокие качества. То есть не было такого человека, кому бы были присущи столь возвышенные, столь совершенные качества, чем посланник Всевышнего. Если кто-либо из его соподвижников или семьи обращался к нему с просьбой, то он всегда говорил – ля бейк. То есть высказывал полную готовность помочь и никогда не отказывал. Как говорят в его лексиконе такого понятия как ля, как нет – нету. Только лишь в шахадах. В остальном того, чтобы он кому-то отказал, кого-то бы отверг. Такого по сути своей не было. Их хадис заканчивается . Поэтому Всевышний не спослал аят – это говорит Аиша – поистине Тебе присущ величественный нрав. Поистине Тебе присущ величественный, величественный нрав. Также Аиша говорила – посланник Аллаха не ударил рукой ни что и никого, ни слугу, ни женщину, кроме тех случаев, когда он принимал участие в боевых действиях. Если ему нужно было сделать выбор из двух путей решения вопроса, то самым любимым для него было наиболее легкое, при условии, что в этом нет греха. Если в этом был грех, то он был дальше всех от такого. Приводится много повествований, характеризующих внешний и внутренний облик посланника Всевышнего . Среди них слова Али ибн Абиталиба – это довольно-таки длинный хадис. Во многих книгах приводится данный хадис, слова Али ибн Абиталиба, как некое описание посланника Всевышнего. Али ибн Абиталиба, вот часть этого хадиса на русском языке. Зачитаю. Али ибн Абиталиба, описывая наше пророк, Али ибн Абиталиба сказал. «Он был самым щедрым, он был самым щедрым и самым правдивым, мягким по характеру и бесконечно благородным в дружбе. Люди, видевшие его впервые, наполнялись трепетом перед его величием, а познакомившись с ним ближе, проникались к нему искренней любовью. Тот, кто хотел описать его, говорил – я не видел никогда, ни раньше, ни позже человека, подобного ему». Каждый, кто хотя бы как-то хотел описать посланника Всевышнего. Он говорит – я никогда не видел человека, который хоть как-то походил бы и был похожим на посланника Всевышнего. Иншала, что Всевышний, Аллах сделал нас достойными последователями этого человека, чтобы Всевышний помогал нам пробуждать в себе эти возвышенные качества, которые приближали нас к этому идеалу нашего пророка. Баракаллаху лей и лакум фил Куран и лады и ва нафаан и уайякум и лакум фил Куран. И хотел бы привести еще один интересный очень хадис. Все эти хадисы являются достоверными. Еще раз повторюсь, подобного рода хадисов на самом деле довольно-таки много и все они раскрывают величие нашего пророка и величие этого человека. Этот хадис передает тот человек, который рядом с посланником Всевышнего находился десять лет. В десятилетнем возрасте его мама привела к пророку и сказала – я хочу, чтобы он находился рядом с тобою и прислуживал тебе Анаса ибн Малик. Так вот слова Анаса ибн Малик передает следующие слова пророка. Как-то посланник Всевышнего, обращаясь к Анаса ибн Малику сказал – о сыночек мой. Фраза именно – сыночек мой. То есть этот мальчик, который по сути своей для того времени, для стандартов того времени является просто слугой, просто рабом. Но этого в жизни посланника Всевышнего увидеть невозможно, чтобы он кому-либо относился к тому, кто в чем-то или как-то его ниже. Даже к этому маленькому мальчику он обращался с своим детям, своим родным детям, здесь просто мальчик. Его функция заключается в том, чтобы просто прислуживать посланников Всевышнего. Можно увидеть множество посланий, когда Анаса ибн Малик подчеркивает и показывает то, что для нее пророк был любимее, был ближе, чем родной отец. Здесь посланник Всевышнего обращается к нему со словами – о сыночек мой, если ты в состоянии встречать утро и вечер, не держа в своем сердце обмана, фальши по отношению к кому-либо, то следуй этому. Если ты в состоянии встречать утро и вечер, не держа в своем сердце обмана, фальши по отношению к кому-либо, то следуй этому. Продолжается. А кто любит меня, тот и вместе со мною в раю. Насколько величественные слова. Несколько предложений, но насколько они значимы. Может, целые книги написаны по психологии, но этот хадис, он перевешивает все эти книги, если человек сумеет этот хадис применить в своей жизни. Ему и в этой жизни этого хадиса будет достаточно, но в то же время в вечности этот хадис прогарантирует ему райскую обитель рядом с посланником Всевышнего. Всевышний помогал нам слышать эти хадисы, помогал нам видеть эти хадисы, помогал нам материализовывать эти хадисы в нашей повседневной жизни. «Итак улллаху та'аля в китабе الكريم «ИннаЛлаху в малайкетах юсалюн аалья Наби и айо ладзин ааману салю алейху в салиму таслима. Аибаад Аллаху, инна Аллаху яъмру бил аддал валихсану айтаи диалкурба. Айяна айни الفахши вал монкир вал баги. Айдукм ляльакум тадакарун. Уذкурулла дикран кафир, яذкуруكم, астагфирух, ягфир лекум. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكِبَرْ لَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَقِيمُوا الصَّلَاةِ